Эта неделя просто пизда. Столько работы, прям невыносимы. Но я всё равно нашёл время, чтобы тебе показать два новых кальяна от компании Орген. Это у нас модель Эдисон и Тесла Драгон. Я их сейчас тебе покажу и расскажу. А самое главное, мы разыграем эти два кальяна. Ещё у нас есть два новых вкуса. Это табака наш, это юбилейная и, конечно же, персик. О них мы тоже поговорим. Также мы какой-то вкус забьём на фаннел, а какой-то вкус забьём на прямоточку. И проверим, насколько сильно отличается всё это по курению в плане крепости, дымности и вообще какой-либо стабильности. Ну и, конечно же, выберем победителей. Победителей, которые выиграют три мешка от компании Мэтт Пир. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ладненько. Давайте пока табачок наш мы уберём немного с кадра, чтобы он нам не мешал. И начнём, наверное, смотреть эти два кальяна. Цена у них 7 990, но отличие в том, что Эдисон, это вот в этой коробке, идёт прямо в фулл-комплекте вместе с колбой за эту цену. А модель Драгончик идёт уже Тесла Драгончик и идёт без колбы. Ну, это, в принципе, как вам сказать... Блядь, короче, поняли. В целом, что хочу сказать. Орден, они молодцы. Они в какой-то степени делают всякие аксессуары, если ты не в курсе. Да, у них есть шило, а ещё у них есть прикольные доски. Ой-ой-ой, как неудобно. Ладно. Так, у нас здесь есть вот это, это нам не нужно. Я ещё их не открывал, чтобы ты понимал. То есть сейчас то, что будет происходить, и то, что ты будешь видеть, это будет моя самая первая оценка. Я считаю, что самая первая оценка, она адекватная. Потому что, которые косяки сейчас я увижу, если бы я сразу это не снял, как сейчас, то в дальнейшем я бы просто на них уже не обратил внимания. А это тоже нам не надо. Так, ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. Всё, всё, удавы начинается. Тупняк. Так, давай, короче, вот так вот нахуй. Так, здесь есть шланг, мы его сразу оффаем, он нам не нужен. Так, есть мундштук, мы его положим, посмотрим. Так, коннектор чуть не потеряли. Так, и в принципе всё. Опа, а он пиздюк. Так, коробку я не выкину, потому что я его отправлю тебе. Бля, ну смотрите. Ну, симпатный. Давайте мы его разберём. Это тот самый момент, когда Дава не собирает кальян, а разбирает, блядь. Так, что мы видим? Что мы видим? Давай шерстить, давай шерстить. Ребятки много что изменили после моего прошлого обзора, потому что они прислушались. В чём была проблема прошлых моделей Тесла? То, что не ржав, вкручивалась в полициталь. И за счёт этого, ну я не люблю это, когда ты, блядь, просто ножик втыкаешь в масло в надежде, что это будет держаться. Они это изменили, и теперь здесь есть металлическая шайба, которая, скорее всего, тоже прикручена в полициталь. Ладно. Главное то, что она несъёмная. Вроде всё чистенько, стружки, ничего нет. По обработке тоже всё норм. Диффузор пластиковый, съёмный. В принципе, это считается здорово. Так, здесь есть гравировочка Тесла. И ещё, помните, у них были ублюдские такие блюдца? Я вообще не люблю блюдца, которые покрашены, либо покрашены порошковой краской, но это прям реально бомжатски выглядит. Теперь они делают вот такие вот штамп блюдца и выдавливают логотип. Короче, это первое, кто делает Тесла, то есть компания Орден. Такого вроде ещё никто не делал, потому что это пизда как дорого. А, ты думаешь, ебать, да хуй прессанул и пиздец. Нет, это пизда как дорого. Так, коннектор у нас на притирках. Да, магнита там не вижу. Пластиковый, основание пластиковое. Здесь у нас метальчик. В принципе, здорово. Таких прям огромных косяков в этом маленьком малыше я не вижу. Это, короче, у нас камень, типа из тех, которые делают столешницы, плюс немного эпоксидной смолы. Короче, тема очень вечная и с ней, по идее, ничего вообще не должно пройти. Есть, грубо говоря, металлическая шайба для отвода жара. Так, ага, накрутили. Плюс маленькая колбочка, колбочка секс. Ой, блядь, диффузор забыл накрутить. Короче, моделька Эдисон вроде топчик. Как ты считаешь? Напиши в комментарии. Вот за эту модельку, которая в колбе, мне кажется, топчик. Прям вообще. Так, давайте мы сейчас его соберём, вот сюда поставим. Что касается мундштука, честно, от мундштука я не жду ничего такого прям супер охуительного. Почему? Потому что это обычный авиатор. Он такой ребристый, прикольный и орден есть. Да, ничего такого прям супер вау-вау интересного у нас в мундштуке нету. Но комплект полный и это стоит 7,990, либо 5,990 от 5 штук. Идём к нашей более классической модели под названием Tesla Dragon. И давайте её мы с вами посмотрим. Она идёт в таких вот прикольных коробочках, хотя хули уже про эти коробки говорить. Просто есть коробка, нет коробки. И как бы, блядь, раньше я на это очень сильно обращал внимание, потому что, ну, мне было прям по кайфу, когда какие-то коробки были очень крутые и очень прям приятные. Но сейчас нет. На самом деле я её смотрел. То есть я Эдисона не открывал, а вот Драгончика я уже посмотрел. Короче, что у нас здесь есть? Это у нас дерево с эффектом молнии красного цвета, стабилизированное и тоже долговечное. В принципе, по обработке, по всему всё идеально. Также они теперь сюда запихивают металлическое кольцо из нержи, чтобы ты не вкручивал ничего. Мне нравится. Да, оно вроде и не детское, и такое не очень серьёзное. И на самом деле не сильно так бросается в глаза. Но если присматриваться, то можно увидеть всю эту красоту. Норм. Что там по резьбушечке? Резьбушка кайф. Всё хорошо сделано в Ордену. Причём кольяны не очень дорогие, но, в принципе, без видимых косяков. А не то, что у некоторых производителей. Давай мы с тобой достанем погружную шахту. Она такая же, как у Эдисона, но подлиннее. И коннектор, в принципе, такой же обоюдный. Так, мундштук такой же. И что у нас есть по блюдцу? Там также лежит шланг в комплекте. Он нам не нужен, мы свои шланги поставим. Так, блюдца упакована тоже прикольно. И здесь, скорее всего, блюдца точно такое же, какое и там. Нет, не совсем. Здесь типа прицела, а здесь вот типа прям логотип Ордена. А здесь логотип Эдисона, скорее всего. Ну, как-то так. Так, ну что. В принципе, с этим мы разобрались. Кольяны прикольные. Теперь осталось понять, как они курятся. Что из себя они представляют. Вот тут есть маленькая такая заминочка. То есть, резьбушка не очень сильно вылазит из-под блюдца. Но на пару оборотов это вроде хорошо садится и никуда не побежит. И не убежит у тебя. Так, давайте теперь быстренько вернемся к нашему табачку. Наш. Мы как раз сейчас эти два кальяна прокурим. И как раз у нас будут два вкуса. Как я и говорил, у нас есть чашка. У нас есть такая чашка. И давайте все это забивать. Так, давай в пятидырую классическую прямоточную чашку у нас пойдет вкус юбилейное печенье. Короче, я изначально думал, что это будет тот самый Деблюзи. Но нет, это прям реально молочное печенье. Ну, по запаху по крайней мере так. А как будет это курица, я не знаю. Прямо как будто в молочко холодное окунул. И ждешь момента, когда оно начнет разваливаться, чтобы успеть это все положить в рот. Так, кстати, маленькая новость. Табак наш немного изменил консистенцию. Табачный лист стал чуть мельче. И при этом он не такой пластилинистый, как был до этого. Потому что я помню, когда я его забивал, его прям было невозможно разрыхлить. Так, мы сделали. Это у нас юбилейное печенье. В нашу альпаку забьем персик. Что касается персика, я их пронюхивал. Кто смотрит мои истории, знает. Так что можешь зайти ко мне в инстаграм и тоже подписаться. Потому что иногда бывают веселые истории. Прям пиздец. Короче, это чистейший пич айсти. Нести. Нести персиковый черный чай. Прям один в один. То есть аромку угадали прям топ-топ. Немного помягче слышится, чем танжевский. Скорее всего, за счет табачного листа. Немного поприятнее. И вроде более целостный такой вкус. Но как это курица будет, мы тоже не знаем. Поэтому давайте мы его сейчас забьем. Да, здесь тоже как бы у нас листочки совсем другие. И даже фану это укладывается на хорошем таком уровне. Так, в принципе, чашку мы забили. И теперь надо бы все это собрать, поставить угли и раздуплить. Ха-ха, мой друг. Три мешка от компании Мэтт Пир. А это значит, что здесь будет три победителя. И давай. Список трех победителей среди комментариев. Бам. Раз, два, три. Ребята, напишите мне в любую социальную сеть. Я вам все это отправлю. Ю-ху-ху. Порадуемся новогодним подарком. Угу. Угу. Приятно. Удара не было. Приятно. Угу. Немного не хватает яркости. Я бы, наверное, назвал не то, что яркость, а, наверное, приторность печенья. Более такая легкая кондитерка, легкая такая выпечка. Но после вкусе прям хорошее остается после печенья. Так, теперь, что касается кальяна. По тяге норм. Дым вроде не горячий за счет маленького размера, да. Отстывает все хорошо. Провалилась у нас, да, хуя-то бока наш в колбу. Как все это продувается? Продувается все это вверх. Прикольно. Я выдуваю назад, потому что под софт выдавать это пизда картинки моментально. Просто засвета ебанутые. Так, давай проверим, что у нас с персиком. Как я и говорил, персик это чистейший айсти от Танжа, пич айсти. И пахнет, и слышится, он чуть-чуть помягче. Да, персик прям топ, блядь, прям немного подразъебало, что ли. Ух, блядь. Такое ощущение, как будто персик крепче, но я могу это отнести, что в данном случае на альпаке получилось куда крепче, чем на пяти дырой. Наш, блядь, фу, ебать. Разъебало хорошенечко. Что касается Драгана Теслы, то, в принципе, по курению они абсолютно идентичны. Здесь, скорее всего, больше будет играть эстетика. Высокий, либо же коротышечка, то есть выбирать вам, потому что, как по сборке, только по внешнему виду они по факту различаются. Глаза почему-то прям заслезились, охуе... Ой, блядь. Чтобы вы понимали, блядь, сейчас утро, 10 утра, и прям разъебало. Короче, я дальше курить не буду, меня что-то поднастигло прям нихуево. Поэтому... Чтобы выиграть эти два кальяна, у нас будут два победителя, нужно сделать самые обычные действия. Главное, подпишись на мой канал, поставь лайк этому видео, напиши любой комментарий, что ты хочешь. Коротенький. Напиши комментарий на тему, какой кальян все-таки выглядит пизже. Эдисон, либо Тесла Драгон. И не забудь включить уведомления, потому что итоги будут в следующем видео. Если ты не увидишь это видео и окажешься победителем, то в течение пяти дней ты должен мне написать. Если не напишешь, то призаходит в фонд одного крупного розыгрыша, который скоро будет. Ну и самое главное, запомните, ребятки, доставка за ваш счет. Всем пока-пока. Это был Дава Дым. Подписывайся на мои социальные сети. Это табак наш. Два новых вкуса. Персик и юбилейное печенье. А также два новых кальяна. Орден Эдисон и орден Тесла Драгон. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова